Здравствуйте! Вы на канале новости ПП. Город Энгис посетил вчера президент, совещание провел. Ну до каких пор один из городов России будет носить имя этого самого страшного русофоба? И Энгис, и Маркс, они были родоначальниками русофобии. Вот Энгис ненавидел Россию. Его статья 1849 год. Ненависть к русским была и продолжает быть у немцев их первой революционной страстью. Ненависть. Что вы хотите? И ему город. Стоит целый город Энгис и памятник на бывшей Кропоткинской площади. Это недопустимо. Вторая статья 1855 год. Европа стоит перед альтернативой. Либо покорение ее славянами, то есть нами, либо разрушение навсегда центра их наступательной силы России. Это что? Байден собирается уничтожать Россию. Энгис 150 лет назад, 170, дал установку разрушить Россию. Вот они, классики. Памятник стоит Марксу, а там Энгису и город Энгис. Что за страна? Ну кто нас будет уважать, если мы, те, кто об нас ноги вытерял еще 170 лет назад, города назвали их именем и, так сказать, улицы и так далее, и так далее. Еще одна фраза его. Мы знаем теперь, где сконцентрированы враги революции европейской. В России и в славянских областях Австрии. И никакие фразы и указания на неопределенное демократическое будущее этих стран не помешают нам относиться к нашим врагам, как к врагам. То есть тогда еще они нас называли врагами и планировали уничтожить. А мы им города, улицы, памятники. Что за страна? Недоумки. Недоумки живут в стране, которая своим врагам ставит памятники. Ну, ходят депутаты к администрации президента и говорят, нет политических репрессий. А кто их начал в феврале 1937 года? Самые страшные репрессии в истории человечества. Конечно, нет, но так это же остатки того периода. Памятники сносим и снова восстановить. Снесли, теперь подписи собирают восстановить. Детский сад. Не страна, а детский сад. Или еще лучше театр юного зрителя. ККЧП вроде бы, войска. Потом раз закрыли лавочку. Никакого КЧП, никаких войска. То Ельцин плохой, то цветы несут. Музеи открывают. Вот это вот проблема. Сейчас в завершении выступления депутат правильно говорит. Давайте строить фабрики. Так уже строили фабрики. Построили, закрыли, разорили. Снова строить. Это тоже вот эта наша беда российская. Ну вот рабочие места. Мы уже много раз говорим. Ну дайте базу данных. Мне звонит один чудак. Владимир Иванович, ну помогите с работой. Уже несколько месяцев без работы. Я говорю, ты был на бирже труда? В Москве тысячи вакансий. Он только от меня узнал, что есть биржа труда. Я говорю, ты зарегистрировался? Тебе же будут платить каждый месяц 12 тысяч. Что ты плачешь, что у тебя нет денег? Сколько ты потерял денег? 12 тысяч в месяц пособия. То есть немного еще есть такое детство у нас. Но везде повесьте это наименование биржи. Где эта биржа? Публикуйте эти данные в газетах. Показывайте вакансии. Ведь по всей стране есть вакансии. Люди их не знают. Едет за 500 километров работать. А у него 50 километров от него есть рабочие места. И, конечно, опять все в столице. Все в столице. При царе, при советской власти и сейчас. Все, все уже распухла столица. И от денег, и от всех зданий. И какие развязки. Каждый день открывают развязки. Там машины, туда все идет. Скорость, все хорошо. А 100 километров в сторону. Сложнее. Рынки зачем позакрывали? Обычные рынки, которые были. Вот куда привезти выращенную скотину? Забили ее, куда привезти продать? Давайте создавать кооперативы. Так были же уже. Создали и разогнали. Старая наша песенка. Создать, разогнать, арестовать, выпустить. Реабилитировали. Мы, наверное, еще не всех реабилитировали, кто был в 1937 году репрессирован. Поэтому можно. Есть и рабочие места. Или специалисты. А где они специалисты? Специалистов мы всех уничтожаем, разгоняем. Они уезжают. Надо беречь специалиста. Наша молодежь знает, какую выбирать профессию. Как их ориентируют? Что главная профессия инженер. Нет. Абсолютно нет. Ну, сейчас немножко зашевелись. Айти. Айтишник. И то опять не по-русски. Ребенок в детском саду не понимает, что такое айтишник. ИП реквилировать. ИПшники. Что такое ИП, ИПшники? Всем было понятно, когда раньше при царе или ранний этап советской власти. Все эти аббревиатуры, укороченные названия. Поэтому можно и нужно создавать рабочие места. И они есть. Но нужно информировать. И дать профориентацию. В школах же никто ничего не делает. Экономика протестов. В Министерстве экономики же не считают ее. Тоже нужно считать. Какие потери. Почему люди выходят на улицу. Сколько это стоит. Главную причину не выявляют. Отсутствие мест для дискуссии. Дайте эти места. Пусть там в помещении дискуссируют. Это же большой стресс на всех. Экономика информации. В Министерстве экономики кто-нибудь этим занимается. Там министр сидит. И ему в Ставстве Гитая что-то пишет. Или он записывает мои слова. Вот правильно. Это хорошо. Министерство информации. Посмотрите. День и ночь. Одна негативная информация. Как ушат грязи на всю страну. Убивают. Арестовывают. Наручники. Все фильмы про бандитов. Все фильмы. Все передачи. Чей отец не могут напонять. Или мать бросила ребенка. Ну все отрицательно. Посмотреть наши телерадиопередачи. Наши фильмы. Жить не хочется. Вы что молодежь в чем-то обвиняете. Нам взрослым противно жить в такой стране. Где одна грязь льется из всех телеканалов. Одна грязь. И страх. Страх. Нагоняют страх. Ну что это такое. Ну дайте вы нормальные фильмы. Современные фильмы. Спектакли. Театры все уже замучились они от наших классиков. Уже и советскую классику забыли. Все туда лезет в 19 век. Дайте современные спектакли. Привлекайте людей. Не хотим. Или не умеем. А кто? Почему это? Ну что? Главную причину не хотим назвать. Вот у нас появился хороший термин. Служба одного окна. Туда вы подаете заявку и вам там документы выдают. Не надо бегать по кабинетам. А нужно ли нам одно окно в масштабах всей страны? У нас все решения принимаются в одном кабинете. Вот причина. Нет второго решения. Только одно решение. Начать и кончить. Вот 90 лет Ельцину отпраздновали. 2 марта 90 лет Горбачев. Им бы обоим в тюрьме сидеть. Обоим в тюрьме сидеть. На все времена. А им цветы несут. Памятники и подарки. Оба разрушили великую страну. Я уже не говорю Ленин, Сталин. Они уже, говорится, давно ушедшие от нас. Но и им цветы несут. Это что, страна? Несете цветы убийцам, террористам. И тем, кто все развалил, и опять цветы. И опять памятники. Молодой человек думает, а в какой стране я живу? Мы его выталкиваем на акции протеста. Толкаем его. Потому что тот, кто разрушал, он же слышал от бабушки, от дедушки, от родителей. Это, оказывается, хороший человек. И улицы названы этими хорошими людьми. Куда ни ткань, ни ткни везде революционеры. 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 Вот это вот тоже экономика. Знаете, у вас не будет успехов в экономике, пока вы не будете говорить правду. Вот последнее. Рубль конвертируемый был когда? При царе. В 1913 год. И 107 лет там, или сколько стоит. Не можем сделать рубль конвертируемый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова